Здравствуйте дорогие друзья! В сегодняшнем видео мне хочется показать вам одно из моих самых любимых комнатных растений и рассказать о нем. Это домашняя мята, настоящее название плектрантус. Люди еще называют его шпороцветник, мухагон, петушья шпора. Вообще у мяты очень много сортов. На даче у меня росли мятоперечная мелиса. А вот в городской квартире теперь есть домашняя мята. Чему я очень рада, так как сильно люблю это растение. За его удивительный ментоловый запах и вкус в чае просто восхитительный. Мяту люди знают с давних пор и выращивают как целебное растение. Даже в гробнице фараона в Египте она была обнаружена. Очень красивое и полезное растение, которое нормализует эмоциональную атмосферу в доме, успокаивает нервную систему, оказывает мочегонное действие, снимает кожный зуд, улучшает кровообращение и помогает при головной боли. Размножает мяту черенками. У меня был небольшой черенок с корешком. В воде у подруги стоял банки. Землю я его пересадила. Вот такой горшок диаметром 20 сантиметров. И за 8 месяцев выросла вот такая высокая красавица. Больше метра. Я измерила сантиметром. Высотой. Чтобы была кустиком, надо прищипывать или отрезать. Над почкой где-то чуть меньше сантиметра. Миллиметров 7-5. Особенного хода она не требует метра. Полив раз 4-5 дней. Летом почаще раз 3 дня. Конечно, надо отстоявшейся или отфильтрованной водой. Бутылка с водой у меня всегда стоит возле растений. Очень быстро растет мята. Некоторые люди пробовали размножать листом. Корни в воде из листа вырастают. А вот после пересадки в землю почему-то погибают. Лучше все-таки черенка мне размножать. Летом все комнатные растения у меня, в том числе это мятер, живут на балконе. Эти съемки летние у меня. Ну и на улицу люди в горшках есть, выставляют. Летом. Толстые, вон какие стебли. Красивые, мясистые, с легким опушением листья. Именно в листьях мятный аромат, так как в них есть железо, выделяющие эфирные масла. Подхожу летом на балкон, а зимой к подоконнику. И вдыхаю этот аромат с наслаждением. Очень пахнет приятно. Мяту можно использовать и к мясным блюдам, как пряность. Моя бабушка давно перечную мяту с огорода клала в квас и мамалыку. С ней варят компот и кисели, а я только завариваю и пью, как чай. Летом, а в холодном виде, в жару. А еще используют для мыловарения и косметических связей. Конечно, аллергикам мята противопоказана. Моя мята ни разу не цвела, хотя говорят, что она цветет. Вот листья я уже обрезала кухонными ножницами. Сейчас стволы обрежу. Но листья пойдут на сушку, а стволы, конечно, я заварю. Постепенно измельчу, не буду сушить. И тоже в чай, они тоже пахнут. Так. Ополоснула в холодной воде, конечно, я листья. И положила сушиться на балконе в тени. Постепенно переворачиваю листья. После сушки они должны не слипаться, а крошиться под пальцами. Это и будет означать, что мята высохла нормально. И тогда ее можно убрать в холщовый мешочек. Не в целлофановый, а в холщовый. А укороченная мята пусть теперь снова растет. Мне на радость. Очень много листьев получилось такого высокого растения. Вот и в соседнем зеленом колшочке у меня от росточек был черенок. От этой мяты. Тоже в воде постоял, корешки дал, и я его пересадила. Вот он уже отлично принесся. Так. И теперь будет дальше продолжать мята расти. Мне на радость. Очень люблю я ее. А еще мне будет радостно, если вам понравилось мое видео, и вы ему поставили лайк. Вот капли воды, видите, в холодной водичке. Да, помыла. И теперь в один слой сейчас разложу на балконе. Так. А еще попрошу я вас отгадать мою загадку, потому что уже конец моего видео наступил. Послушайте, пожалуйста. Бывают у черных, зеленых и красных. И с трав так пахучий, и с тортом прекрасный. Что же это может быть? Свои отгадки напишите в комментариях. А я желаю вам мира и крепкого, крепкого, прикрепкого здоровья. Ну, также удачи во всех ваших делах. До свидания, дорогие мои друзья. Всего вам самого прекрасного жизни.